МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас жених и три невесты. Эмоциональная Анна с бурным прошлым. Принципиальная Юлия с большим приданным. И доверчивая Екатерина с разбитым сердцем. А жених у нас Тимофей. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Меня зовут Тимофей. Я радиоведущий. И сегодня я пришел найти свою любовь по голосу. В этом мне помогут мои подруги Лариса и Анна. АПЛОДИСМЕНТЫ Тимофей. 32 года. Влюбился в будущую жену из-за красивого голоса. Она родила ему сына и загуляла. Прощал жене измены, но семью сохранить не смог. Тимофей – диджей на русском радио. Гордится тем, что одинаково хорошо может приготовить ужин, сделать ремонт и сочинить поэму. Мечтает встретить девушку, которая будет печь такие же вкусные пирожки, как его мама. Считает, что в семье не должно быть секретов. Тимофей избегает инфантильных клубных тусовщиц, зацикленных на деньгах. Возьмет в жену домашнюю девушку, которая согласится жить в съемной квартире и будет рада подарку, сделанному своими руками. Здравствуйте, Тимофей. Мы рады, что вы к нам пришли. Я знаю, что с ночной смены, поэтому хотели нам принести что-то вкусненькое, не успели приготовить. Но мы вас за язык не тянули. Приготовите, завтра принесете. Обязательно принесу. Я за свои слова всегда отвечаю. Я сегодня приготовил вам небольшие подарочки, чтобы у вас это сохранилось на память. То есть вы хотите сказать, что это тоже своими руками? Да, это своими руками. Да ладно, правда? Да, он как-то подкупает ведущих. Ну, а что мне подкупить-то? Смотри, какая красота. Боже мой, как красиво. Спасибо. Идите домой. Тимофей, ну, все вас научила делать мама и готовить. И папа еще меня научил тоже делать. И папа научил штуку. А папа чем меня научил? Мама и папа, они преподаватели, учителя. И папа, это, естественно, что-то строгать. Труды, что ли? Нет, он учитель, преподаватель электротехники. А-а-а. И то есть даже там где-то что-то там... То есть он на все ручки, да? Паять все это, микрофоны. Слушай, и как такой вот красавец. На все руки мастер, а семью не сохранил. Ну, такое бывает в жизни. Вообще, когда мужчина в костюме при галстуке, он вообще очень солидно смотрится. Да, мы ее не видели. Хорошо, что ты тоже очень хорошо видишь. Мужчина, когда он аккуратный, очень приветствуется. Правильно? Ну, давайте по порядку. Влюбились в голос. Вы ее не видели сначала? Смотрите, я работал на радио. В эфир дозвонилась девушка, и меня очаровал ее голос. Я решил с ней познакомиться. И мы договорились о встрече. Я приехал, и когда ее увидел, я влюбился в нее с первого взгляда. То есть все было прекрасно, и голос, и внешность, все замечательно. И были даже обещания того, что у нас готовятся каждую субботу пирожки. Она дала вам эти обещания, и вы поверили. Да, я поверил. Боже мой, он такой наивный, просто очень милый, прям ангел. И через сколько женился дурачок? Через полгода, ну, через месяц мы уже готовились к свадьбе. Молодец, а мамка что сказала? Между готовкой. Не покрутила, и руки были в тесте. Не, ну, конечно, все хрусят периодически его виска, но... Ой, ну, короче, через месяц стали жить, поженились через полгода. Ребеночек родился когда? Родился, мы как бы готовились к этому. Через два года мы решили завести ребенка. Смотри, как долго, молодец. Да, старался. И вот однажды... Вот, и однажды... Сердце ёкнуло? Конечно. Что она вроде как бы и ваша, и не совсем. Нет, как получилось, что я просто увидел открытый телефон, и случайно увидел смс-ку, написанный не мне. И когда я увидел там... Ее телефон. Да, ее телефон, открытый там, всякие там сообщения там... Целую в пупочек, твой филипочек. Типа того, и увидел сообщение, что... Ну что, твой там муженек в шкаф не заглядывал? Я такой заглядываю в шкаф, а там стоит цветок. В шкафу? В шкафу. Чуть подвядший такой. Какие они затейники! Ух ты! Хорошо, там не было самого этого там парня, но была такая ситуация. И вы тогда потеряли все волосы, я понимаю, именно в тот момент. Да, прямо махнул головой. Ой, бедный, бедный Тимофей. А кто ты? Да. Мне кажется, ему даже это и дело. Я понимала, что это сейчас очень актуально. А ему даже это и дело. Многие мужчины ходят именно вот... Ему даже это и дело. Такой, можно сказать, стрижкой. Да. И что? Вот, ну, конечно... Сказал... Это был вообще... Люсь, ты что? Что за цветы в шкафу? Что за смс-ка, да? Конечно, примерно по такому же сценарию я и действовала. Она сказала, что... Она сразу же пошла... То есть, как-то в наступлении... Да, я не люблю тебя, лысый. Да, да, да. Нет, такого не сказала. Она сказала просто, что я тебя не люблю. Ой, ужас какой. А вы... Прямо сказала, что ты изменила. Она сказала, что у нас любовный треугольник. Типа, я не люблю тебя, я люблю его, он не любит меня. Ой, господи боже мой. А цветы зачем дарит, если он ее не любит? Ну, это, наверное, все равно... Ему нужно только от меня мое тело, да? А душу нет, он не видит во мне. Вы ее пожалели. Может быть, просто он жену не устраивал, что жена была любовником? Может, он ей мало внимания уделял? Юль? Ну, об этом надо, конечно, задуматься, но... Все-таки, как бы, говорят, что от хорошего мужа, как бы, жена не уходит. Но при хорошей женщине мужчины становятся человеком. Ну, подожди, а у вас у него очень тяжелый характер. Ну, конечно, были моменты, когда мне хотелось все вернуть, потому что я, когда вообще женился, я изначально планировал, что у нас будет нормальная семья, что у нас дети будут. То есть мы запланировали. Уже были планы на долгое будущее. И вот это, когда произошло, я когда увидел, да, вот эту ситуацию... И она еще не сопротивлялась. И вы диск-то из компьютера и ушли куда-то. И пять часов наслаждались вот этой перепиской. Я уехал домой к родителям и читал это все около четырех с половиной часов. А зачем? Ну, как? Ну, мне, во-первых, это необходимо было для того, чтобы что-то убить в себе. А пьяный читал? Нет, я просто чаще всего за рулем, как бы, поэтому я... Хорошо, не в машине все это прослушаю. Не злоупотребляю алкоголем. Даже в таких ситуациях лучше там... Хорошо, а хотелось сопернику там начистить, рыться или что-то? Да, был момент, когда просто, ну, все-таки я пытался наладить отношения. И в один прекрасный момент я зашел в одно кафе, там просто мои друзья находились, я шел на работу. И увидел там ее с ним. То есть я, когда увидел эту ситуацию, я, конечно, у меня были разные мысли в голове, что сделать. Ну, например, бутылку шампанского с цветами послать. В первую очередь, да, только эти мысли. Нет, конечно, я готов был разорвать на мелкие части, я сел вот так вот между ними и говорю, ну, что будет делать. Здравствуйте, это я, ваш рогоносец. Ну, как представился-то? Ну, она-то меня знает. А она не сделала вид, что, типа, кто ты? Она растерялась и, конечно, он сразу же понял, о чем идет речь. Возможно, он где-то видел меня там в интернете или еще где-то. Я же все-таки личность на виду. А вы насколько известны, кстати? Вас узнают на улице? Ну, я думаю, что после программы «Давай поженимся» я точно буду узнавать. Я обычно просто работаю в студии в эфире. Невидимый фронт, боец. Хорошо, Тимофей, в общем, они повели себя, конечно, адекватно, то есть потупили взор, да? Да, ну, в общем, в конце концов, это все подстегивало меня к тому, чтобы все-таки забывать. Потому что это было очень сложно. Во-первых, я хотел, чтобы у нас была настоящая семья. Такой он однолюбный, он такой очаровательный, такой наивный. Это так умиляет. Что вы хотели сохранить? Какая семья? Вот она не любила бы, ну, рассталась бы с своим любовником, появился бы еще один, другой. Ну, я в этот момент просто не понимал, что это, к чему это может привести. Я просто хотел вернуть все назад, чтобы это отмотать, отмотать эту пленку. И простили бы, и не попрекали никогда? Возможно, нет, я не смог бы, скорее всего, не попрекать. Скорее всего, это было бы. Вот, не надо признаваться. А вот, кстати, вот такое откровение, когда практически все скелеты раскрыты, это хорошо ли плохо? Вот, девочки, вот вы все рассказываете. Вот мой опыт показывает, что нельзя рассказывать. Вот я рассказала, дура. Нет, то же самое, что нельзя рассказывать, например. Рассказываешь, бессмысленно отпираться, если действительно уже все аргументы оказались у супруга на руках. Я сейчас изменила своему Сереже, вот ты сейчас на опыт свой. Первый раз, когда ты нам в гримёрке с Розой рассказывала. Я, к счастью, знаю об этом только по наслышке, теоретически. В основном все больше из вашей с Розой жизни. Да? Понятно. Бывают несчастные коллеги, ну что делать? И? Я могу сказать, что ни в коем случае нельзя даже говорить, сколько было мужчин или парень не должен говорить, сколько было женщин. Всегда говорила семь. Ну потому что, ну как мне сказалось, что два не поверят, а семь оно в самый раз. Ну говорят, что женщины умножают на два обычно. И один из моих мужей когда со мной всё рассказал, да какие семь, какие семь, да у тебя было, наверное, человек 11. Лариса, Лариса. Наверное. В одинском десятке. Ну вы понимаете, что это всё не про меня. Конечно, это всё не про нас. Нет, нет. Обычно просто девчонки всегда умножают своих мужчин на два, а мужчины делят на два, когда говорят. Просто это из-за определённой его статистики. О, какая интересная теория. А бывают люди, которые не изменяют. Да, Тимофей, да, ну не всем везёт. Хотелось бы именно такую семью видеть. Скажите мне, пожалуйста, Милая, ну вы нас жрали, то есть напились водки, и её забрали всё-таки, сказали моё. Ну, был момент, да, когда я забирал, ну, понимаете, я вот много делал разных попыток. Они с каждым разом убивали во мне мою любовь к ней. Хорошо, что мы не такие. Мы честные. Мы за честные и искренние отношения. Даже, ну, всё равно, может быть, я сейчас её как-то люблю, так нейтрально, за то, что она дала мне сына. Это очень важный момент. Вы ещё её любите? Именно за сына, как мать. Как мать своего ребёнка? Да, именно как мать. Ого, тяжёлый случай. Если бы она сказала, там, поманила пальчиком, Тимофеюшка, пойдём обратно, создадим семью, я бы уже сказал нет. Да ладно, вот вдруг сейчас увидим. Тем более у меня такие перспективы хорошие. Такой парень, а. Вот если она посмотрит на программе и скажет, Тимофей, а как-то не расхотелось себя кому-то отдавать. Возвращайся, у нас ребёнок. Всё-таки люблю. Нет, я ещё, знаете, что я делал? Я не разводился до последнего, и пока она сама не подала на развод, я не хотел, чтобы это исторический факт существовал. Ответственность. Чтобы ребёнок мне потом не сказал, папа нас бросил. Нет, в любом суде, где это происходило по любой бумажке, это будет показано. Что было вам её мамой, то есть тёща? Ну, очень многое что сделало, когда мы жили вместе. У нас человека, даже не человека, а в процентном отношении, в процентах 90 мужчин считают, что их семьи расшатывали как растёщи. А потому что, когда приходишь домой и чувствуется, что твоя жена накрученная кем-то, это сразу заметно. Во-первых, не кем-то, а мамой, на секундочку. Во-вторых, вы разженились, значит, чувствовали в себе силы, ответственность. Если вы были большим мальчиком, могли бы и снять что-нибудь, а не жить с мамой. Мы снимали в определённый момент, был просто период в жизни, когда было не очень хорошо финансово. Были моменты, когда у нас было всё замечательно. А, значит, жить на маминой территории, это нормально, а вот слушать советы... Она не соглашалась ехать к моим родителям на отрез просто. Потому что свекрови, это правда монстры. Ой, господи. Ну правда. Моя мама не такая. Это тоже бывает. Ладно, что набросились на парня. Он и так, и это, как говорится, вон до последнего... Да нравится, не Тимофей. ...поколение у нас очень любит повторгаться в жизни своих детей. Да, это правда. Жена во всём виновата, получается. Да. Он даже вот сколько вот он говорит, он себе, он даже никогда не сказал, что где-то в чём-то он виновен. Он всего винит только жену. А вот у вас, как я понимаю, работа ночная? У меня по-разному бывает работа, а в основном ночная. А как девушке-то время уделять, а потом семье? Ну, бывают моменты, когда напряжённый график, бывает, когда этот график немножко так вот расслабляется. А бывает это как? Я почему интересуюсь? Потому что, извините, супружеский долг выполнять нужно. Не каждая женщина смирится с тем, что у него там ночные эфиры, какие-нибудь мероприятия. Если она знает, что он её любит и возвращается к ней, ну, видимо, что-то там, что-то было, что-то он не договаривает. Я могу даже днём его исполнять этот долг. Пропровоцируйте жену-то. Знаете, вы же за молодой, в принципе, женой-то пришли. А за молодой, как говорят, смотри, да смотри, это надо глаз да глаз нужен. Ну, во-первых, я романтическая личность, это раз. Во-вторых, я уже романтическая. А глаза какие у него, да? Хитрющие. Хитрющие глаза. Кроме того, я ещё наученный опытом, и теперь я, может быть, даже буду как-то приглядываться очень... Приглядываться, правильно. Давайте вот сейчас, вот видите, сидят какие две опытные астролог, её не обманешь, сваха профессиональная. Они вам дурного не посоветуют. Поэтому слушаю вас, Розалия, и вас. Девчонки, вот прямо, вот сколько сидим уже, да, на программе, прям беда с этими женихами-невестами и шоу-бизнеса. И работа-то у них ненормированная. И времени нет на отношения строить, но... Вот смотри-ка, у тебя ты же тоже из шоу-бизнеса, а жизнь у тебя бурная личная. Ну ладно, у меня возраст такой уж, я отрываюсь, как говорится. Сидите, нарожала, уже на ноги поставила, нет. У Тимофея всё ещё впереди. Вы, парень, не затейливый. Да, точно не затейливый. Да, у него нет такого, да, что я звезда. Перебор вот этого, вот этого, чересчур гламурок. Я, гляжу, шоу-бизнес вас не испортил. Поэтому найдём хорошую девушку. Смотри, готовит, и ручки золотые. Да, и вот мне больше всего понравилось, что вы электрику поменять можете. Я могу сантехнику поменять, электрику поменять, всё, что угодно. То есть это в моём родителям. Очень хорошее. Золотой. Вот единственное, у меня к вам вопрос. Красивый голос это какой? Красивый голос, ну, это должно быть на слух как-то восприниматься. И я знаю примерно... А у меня красивый голос. Очень. Особенно, когда ты начинаешь. Не, ну я сам разговариваю так вот. Здравствуйте. Сегодня в передаче «Давай поженимся» я выберу самую красивую, самую хозяйственную девушку. Ты будешь радовать не только его слух, но и взгляд. Сто процентов. Каждую субботу пирожки, запеканки. А как запою, так же. Словьём. Василиса, что там звёзды подсказывают? Ой, звёзды подсказывают, что ваше предпочтение в том, что касается женщин, очень похоже на предпочтение нашего известного литератора и музыканта Гришка Овца. То же самое «Венера в рыбах» стоит очень похоже. Я могу сказать, что у него история любви была такая. Он мимо своей супруги ходил очень долго, пока она не начала музицировать и петь. То есть тоже вот эта музыкальность, она произвела впечатление. «Венера в рыбах», да. Но и запах от женщины вам важен. Некая её эмоциональность, тёплое поле, которое от неё исходит. Но, что приятно, нашим девушкам легко взять Тимофея, потому что она может быть не только нежной иронимой, но и хозяйственной и практичной, и это тоже его тронет. Вообще говоря, мужчины вашего типа живут либо для искусства, за счёт женщины, либо для женщины за счёт искусства. Я надеюсь, что всё-таки второй вариант, да. Иногда бывают творцы, которые готовы всего себя и ресурсы своей дамы тоже подтянуть на счёт служения искусства. Поэтому я вам, конечно, желаю и в искусстве реализоваться, но как только женщину сделаете центром своего мироздания, как только она будет в каком-то смысле гвоздём программы в семье, когда всё будет для неё, тогда точно будете счастливы. Именно такой вариант, потому что для меня не хватает именно вот музы. Екатерина, мне кажется, он Василиса тебя полностью описала в его гороскопе. И самое приятное, что всё для тебя. Видишь, он будет о тебе заботиться. Это очень приятно, что он не отрицает, что всё должно быть для женщины. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Тимофей. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Здравствуйте, Тимофей. Я очень рада нашей встрече. Меня зовут Анна. Надеюсь, что наша встреча запомнится вам надолго. Анна, очень приятно. Я слышу, во-первых, голос примерно на уровне моей головы. Я могу сказать, что вы высокая девушка. Это уже 100% голос приятный достаточно. Ну, посмотрим, что у нас, как бы, получится. Да, я высокая. Очень приятно познакомиться. Продолжим наше общение. Давай. Ну, у неё поводу приятный голос. У меня сама приятная девочка такая. Давайте с вами познакомимся поближе. Анна, 26 лет. Модель гордится тем, что проходила духовную практику в Индии, где три недели молчала и медитировала. Мечтает стать единовластной хозяйкой на просторной кухне. Предупреждает, что все выходные проводит с дочерью. Счастливой семейной жизнью мешали свекровь и постоянные загулы мужа с друзьями. Чтобы перевоспитать нерадивого супруга, Анна завела воздыхателя. Но семью сохранить не удалось. Надеется, что Тимофей готов к серьёзным отношениям. Давайте определимся, кто вам всё-таки больше мешал, свекровь или гуляка муж? Да нет. Чем мешала свекровь? Обожаю истории про свекровь. Честно сказать, не так, чтобы прям мешала. Просто человек пьющий. Кошмар. Надо было сразу вещи собирать и уходить после такой ситуации. Что мешало пожить отдельно? Не было негде. Не было возможности жить отдельно. А сколько вам лет было? Ну, 19-20. А зачем было выходить замуж за мужчину, с которым вы даже не можете снять комнату в коммуналке? Ну, тогда, как говорится, мозг у меня был 19 лет. А мама что-то ваша сказала? Ой, мама, конечно... Ну, она, в принципе, не могу сказать, что прям забыла, но мой выбор... Ань, но он ведь погуливал ещё до того, как вы с ним расписались. Нет, он не погуливал. У него просто он очень такой общительный, у него куча друзей, у него друзья на первом плане. Просто если что-то вот... Выбор какой-то... А что это за девиз у него такой странный? Озвучьте, пожалуйста, бы. А, что жена-то навсегда и всё потерпит? Что семья, она всегда потерпит, а друзья терпеть не будут. Девочки, всем вот просто мотайте себе на ус. Вот если мужчина так привязан к друзьям, это не зависит от возраста. Если друзья у него в 20 лет на первом месте, они будут и в 40 лет на первом месте. Да. Я, честно говоря, не согласен с этим. Я, например, я на своём опыте могу сказать, что в определённый момент я был очень близок к друзьям. Сейчас, например, мне на первом плане именно... То есть вы бросали... Тогда я вашу историю буду раскручивать в другую сторону. Значит, был момент, когда ваши друзья были на первом месте, а ваша жена с ребёнком на втором? Была и работа на первом месте, и друзья были так же. Всё делилось. Было немножко так же. Правда, понятно, почему она загуляла и нашла себе любовника. Нет, но всё равно я уделял ей время и как бы было... Нет, послушайте, нет. Что значит, всё равно я ей уделял время? Что значит, всё равно? Вы сами дозировали то самое время? Ну, возможно, да. Иногда просто необходимо было, чтобы... Вот тогда и сейчас скажите, что вы на самом деле не доглядели. И этот опыт уже не повторится никогда в жизни. Теперь будет у вас на первом месте жена. Да. Да? Я согласен, да. Это теперь изменилось уже. Уделяли мало времени? Возможно, да. Он поменялся, но на другом месте на ошибку хочется. Да, Бог, чтобы это мнение осталось при нём, а не улетучилось куда-нибудь. На ошибку хочется. Анечка, а как узнали о первой измене? Ой, а на самом деле по факту измены нет. У нас не измены, у нас было, значит, у нас подружки. Мы со всеми дружим. Дружба просто такая вот очень прям страстная. То есть звонки бесконечные, да? Бесконечные звонки. Он срывается тут же, кого-то выручает. Абсолютно. То есть в 3 часа ночи может быть звонок. Он может в любой момент там собраться и уехать. Слышите, она говорит, что у него подружки были. А этот тоже с подружками-то пришёл. А в Турции как он там зажигал? Мы решили поехать все вместе вот в Турцию. Я взяла с него клятвенное обещание, что пожалуйста, с семьёй, значит, с семьёй. Вот он говорит, я на разведочку сказала, я только посмотрю и обратно. Вообще в клуб местный. Ну и всё опять та же самая история с утра, значит, мы пьяные домой. Ну и он вообще, в принципе, и выпить не любит, но вот так получается. И он говорит, я встретил, значит, русских откуда-то там членей Сибири. Мы заболтались, там такие ребята интересные. Заболтались на две ночи. Выходим мы утром, значит, просто по периметру пройтись. И то, значит, начинается подмигивание. Одна барышня, вторая. Я говорю, это кто? Это вот те самые ребята, которым говорили, Люся, Наташа и Маша. Говорят, это, говорит, Катя, это Света. Да ты чё, говорит, мы так вот сидели вечером. Ну это ужасно просто приехать с мужем и ребёнком на отдых, сидеть в номере с ребёнком, а твой муж где-то развлекается. Ну вы знаете, вы тоже такой интересный способ-то избрали его наказать. Так даже не правильно, кстати. Нет, я не пыталась наказывать мне неправду. Ну как, взяли её? Нет, не наказание. Я ушла от него. Так вы же замужнее были. Штамп постоял. У меня штамп стоял, но мы не жили уже почти полгода. Где-то точно у нас не было никаких отношений. И вот вы встретили молодого человека приличного? Ну у нас не то, что там прям жутко серьёзные отношения, нет, но восхищена, конечно, была. И ваш прознал про эту историю? Прознал. Сначала, значит, высказал мне, что вот как раз, да, печать стоит, значит, моё. Я говорю, ну как-то собственностью чувствует себя вот прямо из-за печати, заодно мне совсем не хочется. Я пошла, подала на развод, вот мы официально развелись, но как бы ситуация-то это не изменила. Он его отошёл, непонятным мне способом, позвал к друзьям. Утром мне подруга звонила и говорит... Они уже вместе в обнимку бухают там себе. Они напились, перемыли мне кости. И он даже взял с него обещание, вот, что тот не будет со мной, в принципе, контактировать. В общем, утром я не могла поговорить ни с одним, ни с другим, я не понимала вообще, что происходит. Послушайте, суд по всему, Ань, хороший парень, у вас был муж. Весёлый как минимум. Да, 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 да. А что-то просто не ваш человек. Понимаешь, сейчас здесь хочется... Задай вопрос к себе, что ты делала не так, что муж не мог находиться с тобой наедине? Может быть, он изначально её не любил, но тогда вопрос к нему, зачем он женился на ней. Как ваша фамилия? Романова. А у нас? Романов. Ведь даже фамилию менять не надо. А вот, кстати, Тимофей, вот вы услышали голос, да, дали определённые, ну, характеристики. Вот после прослушанного, как, нравится вам невеста? Ну, мне чем-то... Голос плюс невеста. Голос, голос, ну, если... История чем-то похожа, нет у вас? Да, очень похожая история. Вот вы поняли сегодня, рассказав, что мало уделяли времени своей женщине, поэтому она загуляла, а вы перестали быть интересной для своего мужа, так тоже бывает. Скажите, вот вы вот в Индию поехали, там вообще даже три недели молчать, Лариса. А вы поехали для того, чтобы голове порядок навести, потому что... После развода, да? Ураспутия. Ну, там не столько после развода, вообще просто вот стоял ураспутия, не знал даже вот чем, что дальше делать. Что-то поняли про себя? Да, вот такая интересная метаморфоз, когда вот молчишь. Переоценка, да, произошла? Происходит так, что вот та же самая ситуация поворачивается с другой стороны. Сегодня какого мужчину не выберете ни за что? Вот давайте так, на примере Тимофея, что будем далеко ходить? Что для вас важно в будущих отношениях? Ну, мне все-таки важно, чтобы, да, семья была на первом месте. А, кстати, вас не смущает то, что Тимофей только пока квартиру снимает? Ой, кстати, после моей истории... А, кстати, на чьей территории будем жить, проживать? Для меня никакой роли не играет ни зарплата, ни квартира, ни какие-то там, не знаю, вещевые какие-то дела. То есть пойдем на территорию жены? Ну, как бы это вообще никогда не будет для меня каким-то... А что будет важным? Важно именно отношение ко мне. И чтобы дома была, как минимум, крепость, да, чтобы там за несколько минут можно было собрать стол, встретить гостей. Ну, я поняла, это все будет. А потом это, как бы, очень... ну, я должен гордиться своей женой. Василис, у меня к тебе вопрос. Вот посмотри, физически, мне кажется, Анна, Тимофей и возраст очень подходят друг к другу. Мне, кстати говоря, сестру мою зовут, именно Анна Романова. Вот что им может помешать? И фамилия одна, да? Помешать может. Некоторая резкость Анны, если мы говорим про общение с мужчинами, вы упорны, упрямы иногда, я думаю, что понимаете, с супругом попиливали его несколько больше, чем это нужно, и сразу выплескали. Но дело в том, что, мне кажется, Тимофей, он тоже относится к такому типу мужчин, как был ее предыдущий муж. Анечка, прежде чем вы покажете сюрприз для Тимофея, вот я смотрю, у вас уже прям ручки устали держать там под столом. Что вы там приготовили для Анны? Приготовил вот такие вот вазочки для цветочков, это я делал своими руками. И вот такая шкатулочка для всяких бижутерий, и вот здесь вот есть ключик, да, и когда, ну, вдруг, под заданными с нашей программы, как-то мы все-таки определимся, что создано друг для друга. Очень мило, когда мужчина умеет своими руками, делает такую же красоту. Он, наверное, из фирмы ведется и что-то мастерит. Ой, а там еще какие-то камушки. Возьмите, Анечка, и готовьтесь к своему сюрпризу. Спасибо. В Индии я поняла такой момент, что прошлого уже нет, будущего еще нет, есть только настоящее. И нужно наслаждаться каждым моментом. Я предлагаю насладиться данным моментом в жизни, красочным, ярким и волшебным. И поможет мне в этом мой друг Шурали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Из них весело только фокус. Он-то веселится от души. Спасибо большое Вы можете с своим другом пройти в свою комнату А вы к нам, Тимофей Мне кажется, у него нет шансов Смотри, сколько у меня подарочков Слушаю вас Мне кажется, что Тимофею девушка нужна Которая будет уют создавать дома Но и в то же время Как-то его удивлять А вы что скажете? Не наш вариант Знаете почему? Тимофей в своем романтизме Девушка очень романтичная Она такая прям, ну сама как цветок Романтичная? Вот внешняя, я имею ввиду внешняя Вот когда смотришь на нее, внешность У нее такая модель, она такая вот Она просто худая, ну хватит вам Ну она совершенно не романтичная В общем, а мне кажется, она не романтичная Абсолютно не романтичная А мне кажется, она романтичная И Тимофей может на это повестись Я вообще не романтичная Насильса же сказала, что я жесткая Там очень много совпадений Фамилию менять не надо Лучше всего Ребенку же есть опыт Красавица Потом она может всегда носить Тимофея майки, трусы где-то на отдыхе Могут брать один Просто завидуйте Красивая девушка Я считаю, стоит присмотреться А то, что там, ну извините, ошибки делала Но хороших учителей не было А что Тимофей? Пускай муж учит Научите, чем надо Ой, пусть звезды подскажут Василиса, где правда, где неправда Когда вы ходите вокруг да около Я сейчас постараюсь просто сказать это более прямо Анна Дева с восходящим Сатурном Она только кажется такой романтичной На самом деле Она сдержанный человек, достаточно суховатый Вы, конечно, мечтаете о женщине душевной Но только мечтаете Это образ идеальной возлюбленной А хозяйка дома нужна именно такая Хозяйственная, сдержанная, строго умеющая Одну копейку и вторую копейку посчитать вместе Или что-то по хозяйству сделать сообразительное Да, 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 да Это про меня началось Медитировала в Индии, ведь правда же, да? Какой-то такой флёр Ну, я тоже могу какие-то необычные такие вещи Вот такой флёр недосказанности Его может только будоражить Поэтому как раз на первых порах Я думаю, что Анна его привлечёт И впоследствии может оказаться вполне полезным Поэтому я бы её не сбрасывала сейчас Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днём и ночью Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом А пока реклама, оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» У нас в студии «Тимакия» Идите знакомьтесь со второй невестой Здравствуйте, Тимофей Мне очень приятно с вами познакомиться Для меня тоже очень важен голос Да, голос симпатичный Но могу сказать, что, наверное, такая достаточно нежная натура И есть что-то в этом голосе Посмотрим, познакомимся Здравствуйте Вы немножко угадали Так Благодарю Спасибо Проходите, проходите Слушай, ну, в принципе, такая барышня скромная Скромная, да Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше Юлия, 26 лет Педагог-психолог в детском саду Активно занимается благотворительностью Гордится правильным воспитанием Мечтает открыть пекарню Стесняется своего большого приданого Предупреждает, что всё своё свободное время Проводит в больнице с тяжело больными детьми Пять лет делала возлюбленному дорогие подарки Учила одеваться и правильно говорить Но так и не сделала из него джентльмена Юлия надеется, что у Тимофея хороший вкус и грамотная речь Тимофея, я бы хотела воспользоваться тем, что вы очень слабость испытываете к пирожкам И подарите вам вот эти пирожки Передавать можно через нас Передавайте через нас Мы по дороге отщепнём к пирожкам А с чем? Они все совершенно разные И сладкие, и не сладкие Из капусты, из картошки Какая молодец Кто пёк? Это и я, и мама помогала Молодец Роза, ну я не могу лезть не в своё дело Поэтому очень хочется услышать ответ Но это твоя тема Вот про очень большое преданное, которого стесняются Для меня это тоже удивительно Что ж у вас такое Что там за преданное такое? Прямо до чего стесняетесь-то? Такое большое у вас? Ну, квартиру, которую мне подарили родители Молодцы родители, она же девочка Девочке надо помогать А сколько квадратных метров? Ну, больше ста Больше ста? Да, я просто не люблю афишеры Потому что все сразу падают именно на это Что у меня там есть какие-то падают О, больше ста Мошенники? Падают и, конечно, либо это иногда отталкивает Что меня просто сразу боятся Либо там, либо наоборот начинают А машина у вас какая хорошая? Машину я не вожу, потому что я боюсь водить машину Следующий мой вопрос по поводу благотворительности Это же затратное дело Да, но я стараюсь помогать именно не материально А именно временем, какими-то словами, улыбками Какими-то жестами Я волонтер, да Я не тесняюсь этого Давно, мирный год Молодец Молодец Ну, хорошо Это то, что касается вашего личного времени Да, я стараюсь даже не в то, что лично Я стараюсь даже, ну, вот выходные свои дни Желаю, ну, желательно я там два раза в неделю Там это суббота-воскресенье езжу туда Когда у нее семья появится, свои дети тоже будут ездить туда? Ну, почему нет? Ну, видимо, сейчас ей нужно кому-то уделять внимание Заботиться о ком-то Так как нет семьи, поэтому она Она заботится Помогает Да, я думаю, что это все может исправиться А когда выйдете замуж, если мужчина будет... Ну, я, конечно, буду уделять меньше внимания этому Но я это не брошу, я буду это Не бросите, правда? Я нужна Не делайте это, потому что ребятишки, которых вы уже к себе приучили Я сама не буду по вас страдать Такое удовольствие, находясь там А может быть, если муж будет нежестокосердным, он будет вместе с вами? Это будет замечательно Это будет замечательно Хорошо, а вот про любовь, про вашу Вы были влюблены в парня? Да, была у меня такая любовь И хочу сказать, что... Он был человек известный, да? Ну, как сказать, он квенщик, он играл вот в первой лиге Он его и показывали по первому каналу Москвич был? Нет, он не москвич, он не русский И у него... Я старалась его приподнять... Ну, как-то обучить А вы москвичка? Нет, я тоже из маленького города, из Казахстана, поэтому... А так квартира где у вас подарена? В Москве Вот он приезжий, нерусский, младучей, который плохо разговаривал Замечательная девушка Мне она очень нравится, вот именно по своему характеру, складу Мне кажется, она такая идеальная жема Вы его обучили Да Научили его одеваться Одеваться, говорить Я хотела, чтобы благодаря толковым словарям, просто открывая его... А как вы его учили говорить? Юля же... Скорговорка Педагог Да, я педагог Скорговорки Открывать толковый словарь Мне очень нравится, после выполнения, после занятия любовью, а сейчас, милый, скорговорка Ну вот, она слишком много в него вложила А он, отдачи, да А вот одевать обувать, как говорится, тем более по телевизору А мы знаем, сколько, извините, наши вещи стоят дорого Вы ему подарочки хорошие дарили? Не гнушался он? Что за подарочки? Ну, всегда по-разному, когда-то и одежка хорошая Да, и не маленькая одежка, да еще известных модельеров И на сумму прилично, вот это не гнушался брать Значит, радовал как-то он ее после работы А он вам что? Самую радость Он, наверное, вот то самое внимание, потому что для женщины, мне кажется, очень важно Анечка, вот смотрите, вы с ним были пять с половиной лет вместе И если бы он был очень корыстным, позарился бы на вашу квартиру, он бы вам сорок раз сделал предложение Но он вам сказал, не могу на тебе жениться, Юль, пока не заработал, потому что гол как сокол Стыдно мне жить в твоей квартире, подаренной родителями Понимаешь, я считаю, что это, ну, как бы для него большой бонус Это очень, да, я до сих пор его, у нас иногда получается так, что мы встречаемся, у нас общие друзья Нет, вот до того, как вы сейчас стали мирно с ним встречаться, что было? У нас были скандалы Вы же ему объявили, или мы женимся, потому что годы уходят Да, я поставила вопрос ребром Кто он был по национальности? Асербайджанец Дело не в том, что вы были невеста состоятельного, нет Он был мусульманин, наверное, из правильной мусульманской семьи И родители бы точно ему открутили голову Вот и все, ему просто было неудобно вам сказать об этом Ну, видно, что хорошая девочка Да, да Очень приятно Юлечка, скажите, вы воспитатель в детском саду это призвание, или пока не можете найти ничего другого? Я себя очень долго ищу, искала, ищу А в идеале чего вы хотели? Пока что я себя вижу только там В идеале А что, дома сидеть будет, он детей нарожает, дома сидеть будет Ну, может быть, я возьму детей, вот когда они у меня появятся, я годик с ними два посижу, а потом возьму и пойду с ними работать в детский сад Ну, воспитывать, да, туда же А почему нет? Хорошие люди должны работать в детском саду, а не лузеры Покажите сюрприз Смотрите, мы очень долго думали с детками, что же вам можно подарить, что же вам можно сделать именно своими ручками И мы остановились на волшебном таком сюрпризе Счастье это когда рядом находишься с кем-то и когда кого-то любишь Боже мой А теперь микрофон дай подружке своей Счастье это когда много любишь и много душей Кто как не дети лучше всего знает, что такое счастье Ну, это лампа не простая, это лампа волшебная Здесь все, что пожелали дети, когда она загорается, эта лампочка, то обязательно все сбудется Юлечка, вы прелесть! Спасибо вам огромное! Спасибо! Девчонки, как вам повезло с подругой? Проходите с ней в комнату Юль, ну он вообще, он на тебя, конечно, все, у него глаза Да, я тоже наблюдала Юля, он вообще, он согласна У нее есть желание человека рядом с собой сделать подстать Умница, молодец, конечно, она работает на созидание Ну, конечно, вы представляете, сколько она сделала доброго Знаете, очень часто так созидают мужчину рядом с собой А он потом созиданный, созданный, через некоторое время Считает, что он все это делает сам Да, так бывает, ну и что? Зато она будет жить со спокойной совестью и с легким сердцем Что делать? Она вот так и будет всегда Юлия любит красавцев И это страшная для нее ситуация Она правда любит красивых мужчин, попадается на внешнюю Обольстительность, обаяние А ты хочешь сказать, что она красавец, что ли? Нет, совершенно не хочу этого сказать Просто нужно выбирать не только по внешности мужской и не только Он же по голосу выбирает А вы что скажете? Вам-то она приглянулась? Симпатичная, да, и очень такой сюрприз Действительно очень трогает Слеза практически у тебя навернула, даже было видно Во-первых, я сам творческий человек И я же сам собственноручно делал вот эти подарки Она творческая, она еще глубокий человек И когда с детьми вот так сидеть, да, я представляю просто сколько времени А пирожочки испекла Пирожки тоже очень важно Да, это ладошки вы видите, да? Да, это ладошки и детишек Такая вот активная переделка человека Не знаю, у меня вот... Нет, ей нужно было смотреть, как он говорит Ложишь, звонишь О чем вы говорите, девчонки? Парень работал на сцене в КВН И она ему помогла, наверное, сделала это деликатно Пять с половиной лет были вместе Вот если деликатно, это один вопрос Если бы было бестак, но он бы с ней не удержался Восточный человек в течение такого долгого времени Какая противная подруга Совсем скоро жениху предстоит третье свидание После рекламы Смотрина продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите, давай поженимся Я предлагаю вам, Тимофей, встретиться с третьей невестой Проходите Здравствуйте, Тимофей Меня зовут Екатерина Я очень рада с вами познакомиться И надеюсь, наша встреча будет не случайной Так, ну, по ощущениям, по голосу я... У меня такое ощущение, что темные волосы Есть платье, да Не знаю, мне кажется... Я теряюсь, почему-то я теряюсь в этот момент Возможно, что-то... Не знаю, сложно как-то сказать сейчас Здравствуйте, еще раз На самом деле, очень сложно было определить Вот этот подарочек тебе Ой, спасибо Очень красиво, спасибо Спасибо вам, проходите Кого? Подарок Дед Мороз Давайте на вас посмотрим Давайте Екатерина, 25 лет Главный специалист коммерческого департамента транспортной компании Гордится прыжком с парашютом Мечтает о такой семье, как у родителей Предупреждает, что быстро и много говорит Екатерину преследует череда любовных неудач Первый возлюбленный сошел с ума Второй сбежал без видимых причин Третий ухажер признался, что любит другую Надеется, что с Тимофеем она не прогадает Мне кажется, вы прямо себя наговариваете Так уж и сошел с ума Не то, чтобы сошел с ума Просто когда мы познакомились Он казался адекватным, нормальным, молодым человеком В дорогущей машине ездил Да, да Вот А потом как-то в нем стали проявляться какие-то странности То есть какая-то немного шизофрения Да гнал просто, не шизофрения Просто изображал из себя идиота Но он ходил с кинжалом и думал, что он тринадцатый апостол И должен убить дьявола Бедный Тимофей Почему? Мне кажется, она его быстрая Думаешь, он тоже садится А как вы реагировали на эти рассказы? Вы хихикали и думали, что он не в себе? Нет, я сначала думала, что он шутит Потом, когда я уже поняла, что это все очень серьезно Или работал где он? Работал У него был свой бизнес Строительный Он занимался строительством Ну понимаете, что если он среди работяг вот так же будет дурковать Они просто им кирпичом в башку разобьют и все Или пошлют Он просто вас разводил, называется Если ездил на дорогой машине Слушай, а когда он ее наручник к батарее приковал А это все игры ролевые Это ролевые игры Я на самом деле очень испугалась от этих ролевых игр Увлекательно было, понимаешь? Представляешь, какой сценарий А как у него дома-то очутилась? И что это была ситуация, когда он вас приковал наручник к батарею? Это был офис Ну он подъехал к моей работе И просто силком меня посадил в машину И я пыталась А силком это как? К себе в офис Да, ну вот просто он меня запихал в машину и все Закрыл дверь Я пыталась выйти, но как-то по дороге выпрыгивать из машины было несерьезно А у вас было с ним? Что Роза обычно спрашивает Нет, я для него была Девой Марией, поэтому Он ее не трогал Ну короче, он приковал вас к батарее, а вы что? А я что, ну я испугалась очень, я расплакалась Говорю, ну что ты делаешь? Он говорит, ну все, ты остаешься со мной Будем жить, не то жить А вы сразу побежали Говорят, я за вещами Батареи что ли нет? Нет, просто Я сейчас вернусь Забрал у меня телефон, все То есть никуда от меня больше не уйдешь Ты моя Без мобильного телефона к батарее подходить теперь страшно вообще даже Ну тут чем закончилось? Закончилось тем, что я его попыталась, ну я его убедила тем, что давай я съезжу домой, возьму кое-какие вещи, самые необходимые И приеду А он с вами поехал? Нет, он мне вызвал такси, он мне поверил, поцеловал меня нежно в лобик Скажи, а потом не нарисовался туда с бригадой скорой помощи? Он Психиатрической? Нет? А почему? А вдруг с другой девчонкой? Только уже будет не привязана к батарее, а будет еще что-то страшнее Если вы были абсолютно уверены, что по нем плачет больница, ну нужно было бригаду вызвать? Странные у нее отношения какие-то были Девочки, подождите, а вы не задумываете, что права не дадут такому человеку? Тут что-то не то Чтобы получать права водителя, они же тоже проходят какую-то комиссию Да, медкомиссию Да, неадекватно, просто права так просто не дадут Нужно было что-то делать, нужно было, я еще раз говорю, вызвать, чтобы его обследовали Это ты как серьезный человек говоришь А в молодости так упоительно пройти через приключения, особенно если у тебя Венера в Скорпионе Человеку очень хотелось это А второй жених, что там было? А второй, со вторым все серьезно было, то есть мы долго встречались Была любовь, ну как мне казалось, наверное Вот Он очень красиво ухаживал, мы потом жили вместе А в чьей квартире жили вместе? Ну, у меня жили Как я поняла из вашей истории, вы, он, кстати, предлагал, у него квартиру он приобрел, по-моему Да Обои стали выбирать и вас спрашивал Он спрашивал, тебе вот в ванной вот такое вот зеркало нужно? А вот в каких-то нах тебе больше нравятся ванны? А, то есть он давал понять, что вы будете... В голубых или в сиреневых? А предложение при этом не делал, да? Нет Ну вот в следующий раз умнее будете Ну да Сначала ждал, потом ремонт Я все делала для него, чтобы ему было удобно Катенька, лучший ремонт в вашей квартире? Уж по крайней мере с ремонтом остались Катя, он объявил как-то вам, да, что у вас с ним ничего не будет? Он ушел, да, то есть мы... Все было прекрасно, то есть мы даже не поругались Он просто ушел и все, и не вернулся больше Свою квартиру достроенную от вас Значит, знаете, что я так думаю, что у него, наверное, очень большие требования Может быть И эти требования, скорее всего, что отталкивают от нее А вы снимаете сейчас квартиру? Да А зарплата у вас хорошая? Конечно, приданная, я про приданная Ну... Ну, если человек летает в Милан на шопинг, то, наверное, хватает А, вы в Милан на шопинг летаете? Да Так, а когда замуж выйдете, за чей счет будете летать? За совместный За совместный За совместный У нас совместный бюджет будет Значит, мужчин тоже хорошо зарабатывать Ну, хотелось бы, чтобы он был меньше меня А вы в курсе, сколько на радио получают? А, ты в курсе? Да, я сама радиоведущая, мало Тебе же не главное, чтобы у него там денежные мешки были? Показывайте сюрприз Тимофей, вы знаете, я катаюсь на серфе, на горных лыжах Я надеюсь, что мы в будущем будем делать это вместе Вот, это такой тренажер для серферов Поэтому давайте начнем прямо уже сейчас тренировки И вы попробуете Я попробую? Да, и вы попробуете встать на доску Это мой первый раз На самом деле, это не очень сложно Покажите, если это не сложно Равновесие и баланс Она сама еще, наверное, не толком не знает Смотрите, становитесь вот так Можно вторую ручку Вот, и вот так вот пробуйте балансировать Ну, давай меня тоже Держи О, вот Скользю Сейчас Почти получается Вот, отлично Вот, замечательно Вот, ужас ужасный Вот что за сюрприз Он был похож на беспомощного таракана просто Это сюрприз вот называется Сама не умеет, мне это нравится, да? А ну-ка покажи И что, вы выглядели нелепо И молодого человека поставили Вот и в будущем в семье так же будете, да? Я знаю, что А вот спеть что-нибудь Сделать им приятное Приготовить, нет? Петь нет Пошли А готовить? Вы уходите со своими подружками АПЛОДИСМЕНТЫ Шоппинг в Милане хорошо А серфинг на Бали тоже очень здорово Мне кажется, такт в семейных отношениях Должен быть первичен, вторичен и третичен Поставить в ситуацию, когда мужчина выглядит Что за тестирование за такое? Ну, он же мужчина, он должен справляться с трудностями Зато она красивая Он одета как Дорого, стильная И что? Будь хвастаться перед друзьями Ну, ничего, с вашим ума хватит Девчонки, а вам как, Катерина? Она очень интересная Внешне красивая Внешне красивая Внешне очень красивая Но я даже не знала, чего она хочет И что ей интересно Все сразу Я вообще даже не разобралась Давайте будем все-таки завидовать более скромно Немножко Ты хорошая девушка Но только вот то, что мы принимаем сейчас за историю молодости В ее 25 лет Это тип ее жизни Ей очень нужно острых ощущений Причем она сознательно будет эти ситуации провоцировать всегда Сегодня один сумасшедший Завтра погоня, перестрелка и что-нибудь еще Вот Есть в этом долю правды Анна и Лариса, кого советуете? Я советую Юлю Спасибо, вы? У меня есть предпосылки к тому, что с Анной тоже могло бы что-нибудь получиться Попробовать можно Спасибо Я вам советую Юлю, конечно Я думаю, вам вместе будет хорошо Поэтому Юлечка А я вообще к теме браку по расчету очень уважительно отношусь В конце концов, невеста, то есть будущая жена должна помогать своему мужу А вам нужно помочь Тем более, почему бы не помогать хорошим людям Талантливым А вы потом все сторица вернете Я тоже за Юлю Я обязательно за ним выйду Надеюсь, я ему понравилась Так же, как и он мне Мне кажется, что ваш сексуальный образ Это больше Юлия Но от женщины вы ждете больше хозяйственности и жесткости Какой-то хозяйственной именно смекалки Которые есть у Анны Потому что Юлия, какой бы она ни показала Здесь добрая и добросердечная по отношению к миру И даже с пирожками пришла Это не та женщина, которая будет гробить свою жизнь на хозяйстве Точно Не знаю, если он зайдет Ну, я выйду, наверное, поддержу Я думаю, вы уже определились с выбором Поэтому проходите А мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям И отправляйте смс их номером По телефону 4 четверки Альбина Почитает встретить высокого состоятельного брюнета Приятной внешности Умеющего идти на компромиссы Мы не знаем, выйдет Тимофей один или с избраницей Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение Мне очень приятно Смотри, это мое сердце И у тебя там в шкатулочке У нас есть пара Тимофей и Юлия Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс именем героя на номер 4 четверки Я Лариса Гузеева желаю Чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожениться Удачи Я умею делать тайский массаж Я умею танцевать стриптиз О, то, что надо Я нас встречала там с своими одноклассниками Это была игра такая, семейная игра Мы ездили отдыхать втроем Я, ее бывший Она и еще пара друзей Редактор субтитров А.Семкин